Депутаты нового созыва провели свою первую сессию. Почти половина гурсовета состоит из новичков. По итогам голосования большинство из избранных депутатов были выдвинуты от «Единой России». В ходе сессии было принято решение о том, что в городском совете появилась новая депутатская фракция партии «Единая Россия», объединение которой призвано оптимизировать работу народных избранников. Депутатское объединение прошло регистрацию, депутатам вручили удостоверение. Еще один организационный вопрос – избрание председателя Совета народных депутатов. На следующие пять лет вновь избран Виктор Бачков. Ну а после депутаты приступили к работе. На повестке дня – внесение изменений в ряд муниципальных программ. Одна из них – развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса. Мы предлагаем увеличить муниципальную программу жилищно-коммунального и дорожного комплекса на 24,2 миллиона рублей. Это средства бюджета городского округа. С направлением на выполнение работ по текущему содержанию и ремонту дорожно-мостового хозяйства на 19,5 миллионов рублей. На выполнение работ по текущему содержанию и ремонту объектов деленного хозяйства – 3 миллиона рублей. На выполнение работ по текущему содержанию линий уличного освещения – 1,2 миллиона рублей. Вывоз сбросового мусора – 500 тысяч. Помимо программы жилищно-коммунального комплекса, депутаты внесли изменения в программу поддержки городского электротранспорта, развития жилищной и социальной инфраструктуры и бюджет городского округа. 10 миллионов на развитие жилищной и социальной инфраструктуры, 24,2 миллиона на жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 15 миллионов на развитие и поддержку городского электрического транспорта. Депутаты нового созыва утвердили изменения в программы и бюджет городского округа. Но, несмотря на выросший дефицит бюджета, городским властям удастся отремонтировать дороги, выполнить мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья и благоустройству.